всем привет мы продолжаем серию видеороликов под названием топ 10 где мы с вами рассматриваем различные лучшие масштабные модели от определенного бренда и герой сегодняшнего видеоролика производитель наш автопром мы посмотрим на его продукцию начнем с легковушек потом перейдем к грузовым автомобилям и также покажу вам одну модель полуприцепа которая на мой взгляд достойна вашего внимания и очень жаль что наш автопром сошел с дистанции он не предлагает каких-либо новинок делает перекрасы на старых пресс-формах упрощенных к тому же и у них продукция сейчас сильно пострадала в плане унификации ранние модели на мой взгляд отличные в плане соотношения цена качество и конечно здесь все очень индивидуально покажу вам те модели которые нравятся мне возможно у вас другие критерии выбора лучшей масштабной копии и вы в комментариях можете написать какие модели от нашего автопрома есть в вашей коллекции начнем мы с обзора запорожца и эта модель сделана на пресс-формах ist models очень необычный розовый цвет но в нем модель смотрится очень нарядно хорошая покраска нету пятен клея на видимых местах и эта модель выигрывает у журнального аналога как по цене так и по уровню сборки и эта модель продавалась за 200 рублей против 320 за журнальное изделие и порой в киосках журнальные модели стоили даже дороже чем 320 рублей так смотрится нижняя часть здесь я окрасил серебристой краской часть глушителя можно заглянуть в салон все очень просто покрашено но тем не менее салон смотрится в таком виде более презентабельно чем если бы он был из пластика окрашенного в массе вторая модель это газ 3110 волга тоже очень симпатичная масштабная модель сделанная на формах ist models и модель не намного хуже чем продукция от ist models конечно у ist models идет бокс также детали из фотоотравления но здесь аккуратная покраска хороший уровень детализации и некоторые элементы вы можете заменить самостоятельно например стеклоочистители поставить из фотоотравления здесь поставил регистрационные номерные знаки также окрасил заднюю часть глушителя и по моему доработал задние фонари изначально они были из красного пластика полностью следующая модель это газ 12 зим тоже на мой взгляд очень симпатичная и удачная и по большому счету это копия журнального изделия только окрасили интерьер также чуть лучше качество покраски и сборки и опять же эти модели выигрывают по цене хотя сейчас продукция наш автопром немножко подросла в цене особенно ранние изделия и на этот зим я поставил покрышки от maestro models и окрасил выхлопную трубу других доработок не делал следующая модель на мой взгляд одна из самых удачных у этого бренда газ 14 чайка сделанная на заводе honguel и можно сказать эта продукция кара рама только в упаковке наш автопром очень красивый темно-вишневый цвет очень аккуратная сборка окрашен салон и здесь к тому же выделили коричневым цветом деревянные вставки также серебристой краской обозначили дверные ручки изнутри рукоятка кпп здесь сделана в хроме а панель приборов осталась из черного пластика окрашенного в массе но она не портит общий вид интерьера данного автомобиля хорошо сделана светотехника вместо регистрационных номеров здесь табличка газ 14 и вот так выглядит нижняя часть уже с завода окрасили выхлопную систему отличные колесные диски хромированные колпаки и задняя светотехника тоже вполне презентабельно на данном автомобиле следующий автомобиль это еще один газ 14 только в медицинском исполнении машина в белом цвете и у нашего автопрома такая чайка предлагалась также в черном цвете мне больше понравился белый вариант есть отличие от классического лимузина например здесь на бампере отсутствуют омывателя точно такое же днище тоже окрашена выхлопная система указан производитель наш автопром и написан автомобиль газ 14 масштаб 1 к 43 такая симпатичная чайка далее перейдем к грузовикам покажу вам седельный тягач mass тоже один из моих любимых от этого бренда несмотря на то что кабина здесь чуть крупнее чем в 43 масштабе но после доработки получается вполне адекватная хорошая масштабная копия здесь я делал некоторые доработки например заменил колесные диски и покрышки на вариант от maestro models покрышки здесь и d304 также добавил брызговики на них наклеил катафоты установил регистрационные номерные знаки доработал выхлопную систему и также окрасил нижнюю часть двигателя и коробки передач и убрал переднюю ось поставил вот такие небольшие гвоздички чтобы вид модели был более презентабельным очень симпатичный масс и жаль что наш автопром упростил эти модели и последующие мазы уже были без отдельных элементов в виде поворотников также была упрощена светотехника ну и другие элементы рама тоже по моему уже стала из пластика а не из металла как на ранних образцах далее у нас идет супермасс масс 54 322 тоже вполне удачная масштабная модель и отличие от продукции автоистория это дверные ручки здесь они располагаются выше и окрашены серебристым цветом у автоистории они были черные более поздний вариант у автоистории здесь не очень удачная модель в плане качества сборки пятна клея на видимых местах но что есть то есть и это относительно недорогие модели были в свое время по моему их продавали за 1100 рублей в то время как продукция автоистории продавалась за 1650 хотя потом автоистория снизила цену на такие супермазы их можно было приобрести за 999 по акции в одном крупном российском интернет-магазине давайте уберем модели чтобы они нам не мешали и далее покажу вам еще пару грузовиков и одну масштабную модель полуприцепа у меня собрана практически вся продукция нашего автопрома которая выходила на тот момент и эти модели я продавать не собираюсь потому что оставлю их как часть истории военный крас тоже на мой взгляд очень удачная масштабная модель в темно-зеленом защитном цвете съемный тент довольно хорошо проработан кузов изнутри также вы видите напольное покрытие правда нету расшивки на боковых частях кузова сюда поставил регистрационные номерные знаки военного образца если сравнивать кразы с вариантами от SSM то конечно костромская модель более правильная и она лучше детализирована но опять же соотношение цена-качество у NAPA на мой взгляд очень хорошее и не стоит забывать что долгое время помимо нашего автопрома таких кразов никто серийно и не предлагал далее покажу вам еще один краз самосвал из кинофильма Mimino в ярко-оранжевом цвете и здесь мне единственно не нравятся зеркала заднего вида они сделаны из прорезиненного пластика и не держат свою форму но опять же это мелочи при желании их можно демонтировать и установить детали из фототравления здесь поднимается кузов хорошо выполнены гидроцилиндры также вполне хорошо проработана ходовая часть колесики свободно вращаются правда ходят восьмерками и вполне хорошие колесные диски покрышки здесь похожи на резину и d304 но это больше сборная солянка есть некоторые отличия например шашка здесь не совсем верная и последняя модель в сегодняшнем видео обзоре это полуприцеп марки mass тоже очень удачная масштабная модель съемный тент и этот полуприцеп вы можете использовать с продукцией от автоистория или с каким-то другим седельным тягачом задние фонари здесь просто обозначены краской можно было сделать их из прозрачного пластика рама металлическая кузов пластиковый и пластиковый тент и кстати у тента очень реалистичная фактура вот такие симпатичные масштабные модели которые я хотел вам продемонстрировать в этом видеоролике пишите ваши комментарии что вы думаете о продукции нашего автопрома стоит ли эти модели заявленных денег и почему по вашему мнению наш автопром сошел с дистанции и больше не предлагает каких-либо интересных новинок если вам понравился данный видеоролик не забывайте поддержать его лайком также вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке жмите на колокольчик и можете заглянуть на мой второй канал там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции а на сегодня это все до новых встреч пока до новых встреч пока